Уважаемые дамы и господа, разрешите мне от имени белорусской стороны приветствовать организаторов и участников всех гостей конференции, посвященных 20-летию подписания договора о создании союзного государства. Для справедливости и целостности исторического ряда событий сегодня можно вспомнить еще одну дату. 2 апреля 1996 года, день подписания соглашения о создании сообщества Белоруссии и России, положивший начало традиционным процессам по созданию общего экономического, социального и культурного пространства Белоруссии и России. Именно этот день торжественно отмечается как день единения наших народов. Но благодаря стремлению быть вместе Белоруссии и России удалось совместно пережить серьезные социально-экономические потрясения и приступить к пристраиванию качества новых отношений стратегического партнерства, опирающегося на принципы суверенного раненства и взаимоуважения. Объединяя усилия, мы себе доказали, что в силах добиться действительно впечатляющих результатов. Начиная с 1995 года, наш товарооборот вырос более чем 6 раз, превысив по итогам прошлого года 35 миллиардов долларов. На последний встречный президент, президент Российской Федерации, уважаемый Владимир Путин, подчеркивал, это больше чем товарооборот России с Соединенными Соединенными Штатами Америки, который составляет 28. Благодаря тесным экономическим связям, небольшая Беларусь стала для огромной России четвертым по величине внешне торговым партнером. Сегодня белорусская продукция присутствует на рынках практически всех российских регионов. Правительством Беларуси заключено соглашение о сотрудничестве более чем 70 субъектами Российской Федерации. Между регионами Беларусь и России действует около 400 договоров и соглашения о развитии деловых и культурных связей. В России зарегистрировано порядка 50 совместных производств, создано 128 субъектов товаропродящей сети с белорусским капиталом. В свою очередь в Беларуси работает порядка 2,5 тысяч предприятий с участием капитала российского. Ночительное участие торгового оборота двух стран составляет промышленная продукция. В каждом белорусском тракторе, комбайне или грузовике около половины себестоимости приходится на российское среде и комплектующие. Это еще раз подчеркивает глубину сохранившейся промышленной кооперации между нашими странами. Благодаря союзному договору мы обмениваемся современными технологиями, передовыми и самыми в мире. В этой части достаточно вспомнить такие проекты, как строительство белорусской атомной электростанции или создание, уже упоминал сегодня, академикам белорусско-российского системы космических аппаратов и дистанционного задирования Земли нового поколения. Важным инструментом сотрудничества являются целевые программы союзного государства. Эта форма на практике доказала свою эффективность. В разработке и реализации программ задействованы десятки наушных производственных коллективов двух стран. С 2000 года в общий объем средств на реализацию союзных программ превысил 50 миллиардов российских рублей. Но наша интеграция не ограничивается лишь экономикой. Мы тесно взаимодействуем на международной арене в оборонной и военной технической сфере. Во внешнеполитическом направлении мы выстроили и на равноправной основе успешно применяем механизм тесной координации и сверки часов практически по всем актуальным направлениям региональной мировой повестки дня. Наши системные взаимодействия в области оборонной политики являются залогом стабильности в регионе. Ее неотъемлемой частью является оригинальная группировка 8 в Белоруссии и России. Мы были и остаемся главными и навольно последовательными союзниками России в военной сфере. Необычно широкий пласт – это сфера социального строительства. За эти годы действительно многое сделано для реализации равных социально-экономических прав граждан двух государств. Обеспечены равные права по строительству, решены вопросы оказания медицинской помощи, сформированы единое образовательное пространство, обширные культурные связи, среди которых, конечно, необходимо сегодня отметить наш совместный проект «Славянский базар в Витебске». Все это наш общий актив, который укрепляет взаимопонимание и дружбу, рождает атмосферу искренности и доверия. Но достигнутыми результатами потенциал союзного сотрудничества не исчерпан. Мы живем в новом тысячелетии с новыми вызовами, рисками и угрозами. И в этих непростых условиях обоим государствам следует предпринимать совместные усилия по укреплению своих экономик. Необходимый переход от сырьевой экономики к экономике знаний, перепрофилированного производства на выпуск наукоемкой продукции с высокой добавленной стоимостью. Следует задействовать все резервы коопераций и более широкое обменное технологиями. У нас есть все необходимые для этого, чтобы объединить снижение потенциала и заявить о себе в своих инновационных отраслях. Ведь только сильная экономика может противостоять любым разрушительным трендам. И только сильная экономика способна успешить высокий уровень благосостояния граждан. Мы сегодня переживаем принципиально новый этап, когда мы пересматриваем программу реализации договора. Договор сам по себе не трогается. Те глобальные задачи, которые были поставлены еще в 1999 году, безусловно, должны быть выполнены. Но сегодня стоит задача создания такой материальной базы, экономической базы для достижения тех основных целей. Этому была посвящена последняя встреча нашего президента в сочи 7 числа. Уважаемые участники конференции, я уверен, что сегодня здесь прозвучат немало достойных идей и предложений по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества Беларуси и России. Каждая такая встреча – это еще один шаг вперед на пути развития и углубления союзной интеграции. Убежден, что все ваши выступления, а также доклады в рамках тематических сессий и конференций станут по своему содержанию хорошим институтальным вкладом в общую копилку идей развития многогранного потенциала союзного государства. Искренне желаю всем творческой и конструктивной работы. Благодарю за внимание. Спасибо.